Уже два месяца на спортивном поле 25-й школы строится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Подрядчикам убраны деревья, которые росли хаотично, уплотнён грунт. На территории начали проявляться очертания будущих дорожек. Частично установлены бордюры, проложены кабельные трассы под опоры освещения. Работы по обустройству основания стадиона были приостановлены ранним снегом. Мы сейчас ждём либо отсутствие осадков, чтобы подсушило, для того, чтобы мы начали уже песчаную подсыпку делать, либо подморозило, чтобы мы также могли, сделав вертикалку, отсыпать песок и перейти к щебёночной отсыпке основания. Мы сможем вернуться к послойному уплотнению и укладке пирога основания типов покрытий, которые по проекту есть. Современный спортивный объект на территории школы строится за счёт средств областного бюджета и компании «Фусагра». Потому и внимание к процессу пристальное. По словам заместителя директора Балаковского филиала АО «Апатит» по работе с региональными органами государственной власти Натальи Красильниковой, её рабочий день начинается именно на этой стройке. Благодаря этому контролю мы должны эти все возникающие вопросы и нюансы нивелировать и всё выполнить. Контракт по строительству стадиона разбит на восемь этапов, чтобы удобнее было контролировать объёмы выполненных работ. На сегодняшний день завершено уже два этапа. Объект готов на 12%, но зимой стройка будет приостановлена. До 30 ноября здесь должны успеть провести работы по электрике и, если будет возможно, по засыпке щебня и песка. «Следующий этап в 2025 году с 15 апреля. Вполне достаточно времени до 15 июля, чтобы мы могли завершить все начатые работы, которые не завершатся в этом году». Глава Балаковского района Сергей Барулин, который тоже периодически приезжает на объект, подчеркнул, что гнаться за сроками не стоит. Главное – качество. Он попросил пересмотреть первоначальный график, чтобы привести его в соответствии с погодными реалиями. Пока опасений, что сроки окончания строительства будут сдвинуты, нет. Открыть новый спортивный комплекс планируют к середине будущего лета.